Программа самозанятости помогает людям с ограниченными возможностями здоровья открыть свое дело. В центре занятости населения Якутска состоялся день открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые желают начать свой бизнес. О своем успешном опыте рассказали предприниматели-инвалиды. Продолжит Сырглана Федорова. Павел Данилов год назад решил открыть свое дело. С выбором сферы деятельности он определился сразу. Производство здорового питания. Сегодня у него небольшой бизнес по производству детского и спортивного питания. Одновременно Павел работает технологом мясного направления в одном из гипермаркетов столицы. Трудоустроился через центр занятости. Мы сотрудничаем с детскими садами некоторыми, со школами и запускаем. Идет у нас сейчас работа над линейкой правильного питания для города Якутска. Сегодня в центре занятости на учете состоит 42 человека с инвалидностью. Из обратившихся за помощью в поисках работы более 300 человек, большинство трудоустроены. А собственное дело открыли 9 человек. Одно из ключевых условий участия в программе – быть зарегистрированным безработным. Нужно представить бизнес-план и успешно его защитить. Проходит тестирование на готовность к предпринимательской деятельности. Проходит на обучение по курсам основам предпринимательской деятельности. С 1 июля сумма немножечко изменилась. Она составляет 150 тысяч на открытие своего дела и 2 тысячи на покрытие расходов. Получив финансовую помощь от центра занятости, Никита Черноградский приобрел различные станки. И открыл мастерскую по изготовлению и ремонту мягкой и корпусной мебели. В этом году я кончил в Новосибирске. Это декоративно-прикладное искусство. Я рыбал по дереву. Изготавливаю мебель. Это корпусные, резные изделия, красивые шкатулки. Герои нашего сюжета доказывают, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно участвовать в жизни общества. Порой становясь примером для подражания. А программы самозанятости помогают им обрести уверенность.